Церковь в церкви впервые Вот, это не любит себя, а защищать правду Божию Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан Сейчас мы посмотрим пророчество Якова над Рубимом И сделаем это двумя частями И вы поймете почему Мы затронем пророчество Якова над его детьми Но также мы посмотрим на пророчество Моисея Яков пророчествовал над своими физическими детьми А Моисей высвобождал пророчество на колено Израиля И у нас будет колено Рубима, Симеона и всех остальных И там идет немножко другой контекст Но также вы увидите схожие моменты Но вот важно, что увидеть, что оба пророчества Якова и Моисея Также имеют отношение к нам Также имеют отношение к нам Okay, it's not just that they were there It's, there is an, as it says here There is an element, a prophetic element here В них есть вот этот пророческий элемент Касающийся будущих поколений Now, if we were to consider that we were all part of one of the tribes Если мы поймем, что мы все, в принципе, являемся частью чего-то колена И я думаю, что когда Иешуа второй раз вернется на эту землю и расставит все по своему порядку То мы где-то себя найдем среди какого-то колена Remember when the children of Israel left Egypt Когда народ Израиля покидал Египет It says there was a mixed multitude that went along with them Что вышло великое множество с ними They were not descendants of Yaakov They were either Egyptians or some others And they said, well, if the Israelites are leaving, we're going as well Но они приняли решение, если израильтяне валят, то и мы уходим Они воспользовались этой возможностью и сбежали вместе с ними И мы не можем найти в Писании, что произошло с этими людьми, которые вышли с евреями Но есть предположение, что они ассимилировали и присоединились к какому-либо колену И в таком ключе получается, что были в этих коленах те, которые не были евреями по крови и которых нельзя назвать ни наследниками Израиля, ни наследниками сынов Якова Okay, I'm saying this so that you will understand why I am actually going outside of the borders of Yaakov's descendants And including, in a sense, also ourselves Поэтому вы должны понять, почему я выхожу за границы вот этого просто пророчества только о сынах Иакова И иду дальше шире, и это включает уже и нас с вами I don't think I'm stepping outside of the biblical context If anybody out there thinks I am, they can come to me Okay, I'm always open Okay, the first part of Yaakov's prophecy Итак, первая часть пророчества Иакова Genesis 49 3 and 4 3 и 4 стих Рувим Первенец мой Ты крепость моя и начаток силы моей Верх достоинства и верх могущества Но ты бушевал как вода Не будешь преимуществовать Ибо ты взошел на ложе отца твоего Ты осквернил постель мою Взошел Бытие 49 3 4 Okay Now There are things here that I have to just check Рувим The firstborn The strength The first fruits Okay So We're good Firstborn sons Were considered very special In biblical times Когда Рувима назвали первенец Это имеет очень сильное значение Особенно для ветхозаветних времен They were given special responsibilities На них возлагалась особая ответственность Но также и привилегии Now this is the first thing that I want to extend a little bit As sons and daughters Как сыновья и дочери We indeed Have been given Privileges We've been given An inheritance Нам было дано Божье наследство И привилегии One of the Best texts Or one of the best books To read on this Is Ephesians И самая лучшая книга В доказательстве этому Чтобы прочитать Это книга Эфесянам It talks a lot about Our inheritance As children Почитайте о нашем наследии Как о детях Божьих Но мы не только привилегии имеем У нас также ответственность есть Очень часто Мы хотим только привилегий We don't want the responsibilities But you can't have one Without the other Отвечать мы ни за что не хотим Но мы не можем получить Одну часть наследства Без другой Okay It's just not possible As we will As we see in the case of Ruvim Because he didn't fulfill his responsibilities He lost Он не выполнил свою часть ответственности И он потерял Свое Привилегии Первородство Okay So The next thing That we see here It says he was the firstborn He was the strength This is the normal expression But then he uses the word firstfruits Okay Firstfruits Figuratively Implies anything That is considered most excellent Первый плод включает в себя все самое-самое лучшее, превосходного качества. Okay, the first roots represent something that is considered to be excellent, above average. Okay, you remember that the Israelites were instructed once they were in the land to give the first fruits. Okay, the physical first fruits. And what would they do? When the fruit started to be produced on a tree, they would go around and look for the one that was looking the most excellent, the very best. And then they would tie a ribbon on it. Okay, and that was the one that they would give as the first fruits. Okay, so it was something very special. Okay, now we move on to the fact that Yeshua is the ultimate example of the first fruits. Romans, chapter 8, verse 29. Okay, the firstborn among brethren. Okay, also being the first fruits. Okay, you'll notice that I always try and back up what I'm saying with Scripture. Because I think that it's so important that we understand that Scripture is our ultimate barima or the ultimate measurement that we can use. Okay, in Galatians, chapter 1, verse 18. Galatians? Galatians? Galatians. Galatians, not Galatians. 1, 18. Иешуа является примером, что это означает. Окей, another verse that we can take here is Revelation 1, verse 5. Откровение, первая глава, пятый стих. И от Иешуа Мессии, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей. И здесь мы очень явно видим из Писания, кем его Писание называет, кем он был. И как он должен являться, проявляться. Since Иешуа is the firstborn, he is God's might, he is God's strength. the beginning of God's strength. He is also the excellency of his dignity. He is also the best example of God's dignity. Okay. And the excellency of his power. От Божьего достоинства и проявление его силы. Okay. Let's look at this clearly. God's might. God's mightiness. God's... Божье могущество. Okay. Since Иешуа Хамашик is God, he is mighty to carry out his will anywhere in the earth and in the heavens. Иешуа Мессия since Иешуа Хамашик is God, he is mighty or strong enough or with enough authority to carry out his will anywhere in the earth and in the heavens. Okay. It's not only in heaven, but here also on earth. Его сила, могущество и власть проявляется не только на небесах, но и везде на земле. Okay. What can we understand by him being the beginning of God's strength? Что мы можем понять из фразы, что он начало Божьей силы? Okay. Иешуа is the first and the last. Иешуа первый и последний. The beginning and the end. Начало и конец. The aleph and the taf. Aleph и taf это еврейский алфавит или альфа и омега, как мы привыкли из греческого алфавита. I threw that one in for you. He is also the author and finisher of our faith. Он также автор и совершитель нашей веры. The excellency of dignity. Dignity is an interesting word. I can't give you an alternative right now. Let me see if I can. Dignity. Okay. I find it. Self-respect, self-esteem, self-possession. Dignity. I find the word. It's Божье величие. Okay. It means exaltation. It means he is the highest in rank and character. Okay. Messiah displays this as he is head of the church. and the foremost ruler of the universe. И правитель вселенной. Okay. I tried to use a different word than I put in here. Okay. Excellency of power. Величие силы. He displayed power over all of the devil's works. Displayed. He displayed. He showed. Он показывает свою славу на wear. Он показывает, что у него есть сила над всей работой дьявола, над всеми его делами. включая болезни, грехи, смерть и ад. Чудеса, которые он творил, и которые были сотворены также его последователями в его имя, manifest his limitless power. Okay. Безлимитность его силы. The biggest question we can ever ask ourselves is how big is my God? How much do you believe in him? How much do you trust in him? Okay. Scripture is very clear that his power is limitless. Okay. We don't always understand why things happen. And sometimes we even say if God was all powerful then he should do this. But we don't know the reason and we probably never will. Well, we will when we're with him in heaven, of course. We will then know as we are known. But we need to remember that it is not our right to question him. we need to obey. Okay. Believers are the church of the firstborn. Hebrews chapter 12 verse 23. I don't know what it says exactly in Russian but in English it says. he is the head of the community of the firstborn. and therefore we should be able to manifest God's might, his strength and his excellency in what we and his power in what we say think and do. The fact that we sometimes cannot do that is not because God is not able it's because there is something standing in the way between us and him. Okay? So we need to work on our relationship with God so that we would become the church of the firstborn. And that we would be able to do what we need to do to show the power of God. First fruits. Okay, 1 Corinthians 15 20-23. 1 Corinthians 1 Corinthians 15-20-23. Но Мессия воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так в Мессии все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Мессии, Мессия, потом Христовый и в пришествии Его. Факт Его воскресения доказывает, что Он вот этот первый плод. И на этом основывается и наша надежда, что мы также будем воскресены из мертвых. Может быть, и духовно, и физически. Сейчас мы перейдем ко второй части пророчества Якова о Рубиме. Okay, Genesis. The first part is quite positive, okay? Okay, now it gets a little bit more serious. Genesis 49, verse 4. Genesis 49, verse 4. Okay. It says here, though He was superior in vigor and power, He was unstable. It's boiling over as water. Yeah. You shall not have stability. Okay. Unstability. Здесь показана нестабильность. Okay. This was the big problem. He couldn't control himself. Это была проблема Рубима. You couldn't, you didn't know from one moment to the other what might happen. Он не мог контролировать себя. С одного момента на другой ты не знал, чего от него ожидать. Okay. Яков placed a curse on Рубим because he slept with one of his father's concubines. И отчасти Яков поместил как бы проклятие на Рубима за то, что тот переспался с его наложницей. He couldn't keep himself in control. Он не мог хранить себя в контроле. И отсюда мы видим, что это очень плохое, что может с нами быть. Не уметь себя контролировать. Вместо того, чтобы мы были нестабильны, как Рубим, Бог ожидает стабильности от нас. В нашем подчинении и послушании Ему. Чтобы мы могли бы сами получить Божье вознаграждение с небес. Здесь также мы видим ясную картину, что сексуальные грехи могут помешать нам получить наши благословения. К сожалению, даже в теле Мессии и в современном мире к этому относятся очень легко и поверхностно. И перестали быть достаточно серьезными в этих вопросах. И иногда мы даже не учим в церквях правильным образом. Окей, there are many things that need to be taken into consideration, but this does point out that this is quite serious. Здесь мы видим, что к этим вещам относятся, относились достаточно серьезно. Окей, now we come to the prophecy of Moses. Теперь перейдем к пророчеству Моисея. Remember what I said, that the difference between the two a little bit is that Яков was prophesying over his son directly, and here Moses is actually prophesying over the trials. Okay, Deuteronomy 33, verse 6. 33. Доживет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. Okay, here actually Moses is in a sense trying to reverse a little bit the problematic with Рувин. Другими словами можно сказать, что Моисей пытается развернуть вот эти проблемные моменты с Рувимом. Okay, he says, let Рувин live and not die out. Он провозглашает, да живет Рувим, и не умирает. A blessing that the tribe of Рувин will not become extinct, and that the offspring will continually multiply. Что он не исчезнет, и что он будет постоянно увеличиваться, колено Рувима. Вот в этом идет благословение Моисея. Okay. What application can we put onto this? What application can we put onto this? Application, double P. Okay, those who are the sons of the living God are blessed with eternal life. Okay, для нас применение мы можем сделать, что тех, кто сыны и дочери Божьи имеют дар вечной жизни. Иешуа заявляет, что те, кто поверили в Него, Его смерть и воскресенье, уверовали в Него, не умрут, но будут жить. In John, chapter 11, verse 26. И Иоанна, 11, глава 6, стих. John. John 11, 26. 26, 26. Иоанна 11, 26. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек, веришь ли сему? Okay, this refers, of course, to our soul and spirit dwelling in God's presence forever. It is also God's desire that as many people as possible be saved. He doesn't want the number of his children to be few. И Он не хочет, чтобы количество Его детей было малочисленным. So, it's up to us to live a life which will bring people into the kingdom. Поэтому мы с вами должны жить такую жизнь, которая бы приводила людей в Божье царство. Okay? In Romans, chapter 10, verse 14. Римлянам 10, verse 14. Okay? We need... Рувим был примером нестабильности. И, therefore, он не достиг, не смог достигнуть того, к чему мог бы прийти. Также потерял привилегии первородства из-за этого. Поэтому, в определенном смысле, это предупреждение для нас. Чтобы мы с вами жили по тому, как Бог хочет, чтобы мы жили. И чтобы мы относились к этому серьезно. Первая Петра, 3 глава, 15 стих. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему повании дать ответ скротостью и благоговением. Первая Петра, 3, 15. Колено Рувима и вот этот камень, Сердоникс, означает следование. Для нас означает это начало новой жизни в Мессии. И красный, естественно, это кровь спасения. Но также это начало нашей жизни в единстве. Ройальти. Просперти. Смелости. И должно быть отображением Божьего характера в нас. Мы должны быть с вами отображением Божьего характера. Отображением Его могущества, способностей, Его силы, Его величия и Его силы. Также мы должны быть духовно стабильными. Мы должны делать самое лучшее из хорошего. И также мы должны не забывать, что в это все включена наша вечная жизнь. Переходим ко второму колену Симеона, сыну Симеону. Его камень Топаз. Это второй камень в первом ряду. Он желтый. И Топаз является девятым в основании Нового Иерусалима. Окей, Ревелайшн 20, 21, 20. Мы уже читали это место Писать. Окей, каков же символизм в камне этом? Окей, желтый. Желтый. Любятый. Любятый. И Божевая проявление через Дух Святой. И Божественное проявление через Дух Святой. У нас это 67-й должен быть Псалом. With me it's verse 14. I don't know where you're going to find it. It's probably better to you. Even if you lie among the animal stores, there were wings of a dove covered with silver and its plumes with yellow gold. Okay? A dove in scripture very often is a representation of the Holy Spirit, the Ruach of Pradesh. We now read the symbolism of the Holy Spirit, We now read the symbolism of the Holy Spirit, the Ruach of Pradesh. Okay? Okay. It says here, even if you lie among the animal stalls, what do we find in animal stalls? We don't have this phrase. What does it say? It's when your ship falls. Yeah? When you lie among the ship falls, it is as the wings of a dove covered with silver and her wings with yellow gold. Actually, in Hebrew, it says if you lie down in the mud and the muck. Okay? What do you find in animal stalls? In animal stalls, you find that the manure, what they leave behind. Okay? Okay, what it's trying to say is even in the most difficult of circumstances, even if you are in a really horrible situation, there are wings of a dove covered with silver and its plumes with yellow gold. God can help you. Okay, through His Holy Spirit. There is nowhere that God's Holy Spirit cannot go. Okay? Faith in God and purity. Faith in God and purity. Okay, that's another representation of yellow, yeah? Zekhariah, chapter 13, verse 9. As we have faith in God, He will purify us. And so often we need to realize that we need that purification. And it's the tests in life that bring out the purity. I think I covered this quite yesterday. Okay? Yellow is also symbolic of things that please God. Okay, I think we covered this a little bit also yesterday. Let's just read it again. 1 Corinthians 3, 12 to 15. 1 Corinthians 3, 12 to 15. 1 Corinthians 3, 12 to 15. 2 Timothy 2, 19 to 21. И 2 Timothy 2, 12 to 21. 2 Timothy 2, 19 to 21. 3 Timothy 2, 21. Но твёрдое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почётном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в части освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Желтый цвет и также золото, которое имеет желтый цвет, их описание очень похоже. Золото и желтого цвета просто. В контексте 67-го псалма, that was the first one we used, okay, 68-14, where yellow is mentioned, it speaks of how even those who do the lowest tasks, this is what, okay, here comes my, and may have the lowest status in life by man's standards are the ones God will reward in due time if they are faithful, okay. In the context of Psalm 68, where yellow is mentioned, like I said, it talks about, in the translation into English, it talks about being in a stall of an animal which is a very low position in life. animal, 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 like a donkey, or a horse, or a pig, okay, remember the lost son? Okay, he came to his senses, but the only job he could find was feeding the pigs. The lowest of the low, okay. He couldn't get any lower than that. Okay. Okay. The context of this Psalm, the context of Psalm 68 is in that context. Even if you are one of the lowest of the low, So, even if you are one of the lowest of the low, by man's standards, God will still reward you in time, if you are faithful. Okay? It's not about your position in life. It's about your faithfulness to God. It's about your faithfulness to God. And doing the things he asks you to do. Being obedient. Okay. We take a break. We take a break. We take a break. Субтитры создавал DimaTorzok